Добро пожаловать в новый видеоурок. Меня зовут Александр Владимиров, школа Logic ProHelp. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и смотрите полезные видеоуроки. Мы сейчас с вами разберем, что такое FM-синтез. Это очень популярный тип синтеза, который используется во многих жанрах электронной музыки, особенно Deep House, Bass House, Drum'n'Bass, естественно, ну и многие-многие на самом деле другие, Future House и так далее. И сейчас мы разберем с позицией того, а что вообще такое FM-синтез. FM-синтез — это сокращенно Frequency Modulation, то есть это модуляция частоты. Frequency Modulation, да, модуляция частоты. И в чем ее смысл? Давайте я сейчас на простом примере вам все покажу. Мы знаем, что есть так называемое LFO, которое позволяет звук, ну, правильно сказать, ручку крутить в соответствии с тем, какая у нас сама вот эта вот кривая LFO. Если здесь, например, мы выберем обычную синусоиду и повесим эту синусоиду, например, на фильтр, то мы будем видеть, что у нас вот эта ручка, она вот так вот согласно этой синусоиду вот так вот туда-сюда болтается. И болтается она с темпом, ну, как бы 1 четвертая. То есть у нас привязывается к темпу проекта, это скорость, этот рейд. И каждую 1 четвертую у нас будет проходить цикл вот этой вот синусоиды. Ну, чтобы было более понятно, давайте поставим 1 бар, 1 такт, и тогда вы прям увидите, как вот эта ручка, обратите внимание, она прям гуляет туда-сюда. И это вот прикольно, что в серуме как раз-таки очень наглядно показано. Давайте, кстати, немного увеличим размер. Например, если мы увеличиваем рейд, то, соответственно, это начинает все колебаться гораздо быстрее. А теперь давайте представим такую ситуацию, что мы повесили эту LFO-шку на питч, например, вот сюда. И сделали здесь кратно 12, ну, то есть он на октаву выше, на октаву ниже будет гулять. Угу, звук начинает гулять вверх-вниз. Чтобы проверить себя, если на слух не совсем понятно, можем включить тюнер и посмотреть, как звук гуляет туда-сюда. Видите, я нажимаю ноту С, а звук он вообще определяет как ноту F, потому что, ну, звук гуляет. Если же я уберу все это дело, то он четко показывает ноту С. Собственно, в чем тогда проблема? Ну, то есть зачем нужен вот этот вот FM-синтез, если мы можем взять LFO, окей, повесить на питч, и звук у нас будет вот так вот колебаться? Дело в том, что LFO расшифровывается как Low Frequency Oscillator. То есть это осциллятор или генератор, по-русски говоря, низких частот. Мы не можем разогнать его до каких-то огромных скоростей. Если мы выключим привязку к BPM, мы можем здесь поставить Rate. Это именно количество колебаний в секунду. То есть 1 Гц — это вот прям реально одно колебание в секунду. Давайте даже вот проверим, чтобы в этом убедиться. Раз, два, три, четыре. Если мы ставим максимальное значение, то в итоге мы получаем очень быстрые колебания. Но мы все равно слышим эти колебания. То есть мы слышим, что звук как бы дрожит, вибрирует и так далее. И здесь очень хороший пример. Можно провести аналогию с, допустим, палкой. Представьте, вы взяли палку обычную, подняли палку, сук какой-то в лесу пока гуляли. И вы начинаете вот так вот болтать им влево-вправо. Если вы делаете это не очень быстро, то вы как бы видите эту палку. То есть она двигается туда-сюда. Так же и со звуком. Но если вы начнете очень-очень быстро этой палкой махать туда-сюда, то она у вас превратится в такой веер, как сплошной, такой вот какой-то полупрозрачный какой-то такой веер по факту. И по сути здесь как раз вот в этом-то и суть. И наша задача разогнать каким-то образом вот этот вот питч до каких-то огромных там прям частот, до огромных скоростей. И на этот, конечно же, вот счет и в помощь к этому мы используем уже другие осцилляторы, которые, например, могут быть сабом. Ну вот саб-осциллятор самый такой как бы распространенный. Мы его активируем. Здесь можем левел убрать, чтобы его не слышать, но он работал вместо LFO. То есть по факту мы LFO меняем на вот этот вот осциллятор. А по факту чем отличается этот осциллятор от вот этого? Здесь синусоида и здесь синусоида. Просто LFO у нас по умолчанию не звучит. Он только воздействует на какой-то параметр. То же самое происходит и сейчас. Если я левел уберу, звук мы не слышим, но он должен воздействовать на какой-то параметр. И чтобы он начал воздействовать на какой-то параметр, на параметр питча, то вот здесь вот мы выбираем FM. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком. А самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово. Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. From OSC или просто FMSubOSC. Сейчас мы по сути то же самое, что здесь добавляли. Это один в один. То есть то же самое. Видите, я здесь поставлю 12. Вот здесь будет то же самое. Но отличие в том, что этот у нас осциллятор, он может разгоняться до очень больших частот. Почему? Потому что если вы посмотрите, ну допустим, возьмете какой-то звук и посмотрите, на какой частоте он колебается, он может колебаться и на 1000 Гц, и на 10 даже 1000 Гц, или на 5000 Гц и так далее. Это же все знают, да, что звук имеет частоту там несколько даже килогерц. И вот здесь та же самая история. И давайте поставим здесь октаву минимальную, потому что мы знаем, что чем ниже звук, тем ниже у него частота. То есть тем ниже у него rate, по сути, тем меньше у него Гц. И вот если мы сейчас так вот включим, мы все равно слышим вот это вот дребезжание. Оно было очень похоже, что мы слышали с LFO. Но по мере увеличения скорости, звук будет меняться. Давайте поставим ноту. И мы слышим изменения. Как это может влиять теперь на звук? Давайте попробуем накрутить какой-то бас с FM звучанием. Продолжение следует... Слышите звук? То есть он начинает меняться. Давайте мы выключим пока фильтр. Без. С ним приобретает такой металлизированный эффект. Если мы сделаем классическую такую манипуляцию, которую мы делаем на басах, то есть мы сделаем короткий N-VLO, повесим его на фильтр. О, все. Вот он у нас, по сути, пошел FM бас. Без него... Здесь я делаю кратно 12, чтобы все было четко, ровно. И здесь мы уже можем экспериментировать со скоростью. Да, вполне себе. Можно добавить дисторшн, но это уже не относится к FM синтезу, но это было бы прикольно. Да, почему нет? И все. И мы таким образом получаем вот этот вот типичный FM саунд, вот этот типичный характер. Поэтому попробуйте, поэкспериментируйте. Для этого вам еще раз повторюсь, давайте, чтобы не вдаваться в технические детали, вам нужно активировать саб-осциллятор, если вы работаете в серуме. Можно делать, конечно, FM from B, то есть вот от этого осциллятора, но мне не нравится. То есть получается слишком как-то ядрено. Мне нравится просто обычный синусоид от саб-осциллятора. Делайте его тише, если вы не хотите, чтобы он звучал, то есть он не обязательно должен звучать. И здесь подмешивайте FM саб кратно 12. Ну и здесь уже экспериментируйте с высотой именно саб-осциллятора, то есть с октавами, и уже с формами волны и так далее. И вы будете получать вот именно характерный такой FM-бас, FM-звук. Надеюсь, понятно. Если непонятно, задавайте вопросы в комментарии, либо пересмотрите это видео еще раз, либо приходите к нам на курс по саунд-дизайну, где вы изучите прям все основные моменты более подробно и детально. На этом все. С вами был Александр Владимиров, школа Logic ProHelp. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok